Здравствуйте, коллеги! С вами Исяков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Остается буквально день до выборов в США, безусловно, это то событие, которое ждет рынки, ну и ключевой момент, который как раз мы обсудим в ходе сегодняшнего видео. Ну а прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк, а те вопросы, которые у вас появились, обязательно оставляйте в комментариях. Итак, мы все ближе-ближе приближаемся ко дню выборов, выборы придут завтра, во вторник, 3 ноября и будем надеяться, что мы достаточно быстро узнаем, по крайней мере, имя победителя. Возможно, будет оспаривание результата в случае победы Байдена, вероятно, это сделает Трамп, так как часть выборов, именно подача голосов, процедура подачи голосов будет в электронном формате и на этом фоне, конечно, кандидат, проигравший, может несколько сыграть. Но давайте пока пройдемся непосредственно по фактам, а уже констатировать то, как это произошло, будем уже после непосредственно выборов. Во-первых, хочу отметить то, что на текущий момент индекс S&P 500 пока торгуется в пределах сессии пятницы, то есть пока мы видим на открытии фьючерсов пока небольшой рост, если мы сможем закрепиться выше отметки 3.300, то, вероятно, отсюда как раз у вас может начаться и восходящее движение. Но, опять же, важно предупредить то, что эти несколько дней волатильность на рынке может быть крайне высокой, поэтому торговать в подобных случаях крайне опасно. Я лично для себя постараюсь сделать минимум сделок, если появятся какие-то интересные с небольшими рисками, то я для себя что-то попробую делать, но постараюсь как раз для себя ограничить торговлю в данный период и после уже принимать решение после того, как будет понятно, чем увенчается исход данных выборов. Также хочу отметить то, что индекс VIX, то есть индекс страха подрастает, также и сегодня мы видим фактически заход уже выше, ну в пятницу мы видели торговлю выше максимальные значения, которые были в области 40. То есть сейчас, если индекс VIX может идти выше данных значений, то это может говорить о страхе, да, это так называемый индекс страха, который будет, сможет нам дать некоторую информацию о возможности распродажа на фондовом рынке и вполне вероятно, что тогда мы сможем увидеть движение по S&P 500 еще ниже, потому что если мы посмотрим с вами дневной таймфрейм, да, то есть то уход ниже области минимальных значений, которые были зафиксированы в конце сентября, может открыть дорогу снижения до 3100 и даже до 3000. По некоторым оценкам кто-то предполагает движение еще ниже, но опять же будем тоже за этим следить. Соответственно, из последних новостей, которые сейчас появляются на рынке, во-первых, Трамп заявил уже, что у него есть большое желание уволить Фаучи, да, то есть Фаучи это главный эпидемиолог США и, собственно, все это произошло из-за того, что Фаучи стал обвинять Трампа, то, что он не, собственно, не сделал все возможное для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса. А Фаучи находится в команде Трампа и, собственно, он не ожидал, да, данные заявления Фаучи были сделаны публично в этом пятницу, поэтому тоже довольно-таки интересно. Ну и, собственно, если все-таки Трамп победит, то, вероятно, отставка Фаучи здесь может быть иметь место. Соответственно, сейчас по последним опросам Байден все так же лидирует, да, это примерно 42% голосов выходит за Трампа, по предварительным опросам 52% за Байден. Но, опять же, важно понимать то, что здесь это не плюс-минус точное значение, потому что есть так называемое тихое голосование, то есть люди, которые могут голосовать за Трампа, не могут говорить это об этом нам на предварительных как раз опросах, что мы, собственно, видели в 2016 году, да, мы это с вами уже обсуждали. И, опять же, здесь важно обращать внимание на то, каким СМИ, да, то есть каким агентством предоставлены также данные опросы. Но пока по текущей ситуации мы видим, что Байден продолжает лидировать, поэтому пока это ничего не значит, у Трампа все так же остаются шансы на победу, и об этом мы уже узнаем совсем скоро. Также по последним, собственно, сейчас есть несколько штатов, да, на которые будут оказывать свое давление оба из кандидатов, да, чтобы на себя как раз перетянуть большинство голосов выборщиков. Я напомню, что кандидату, да, который побеждает, нужно брать минимум 270 голосов от выборщиков, которые отправляются от штатов. И, соответственно, определенное давление будет идти как раз на сомневающиеся штаты. Есть штаты, которые голосуют всегда за демократов, всегда за республиканцев, есть штаты, которые периодически меняют свое соотношение. Ну, вот как раз в этом и сейчас идет их основной упор. Ну, что, наверное, наиболее интересно в рамках того, как стоит использовать данную ситуацию, здесь я бы хотел сказать про то, как предоставлен одним из аналитиков, так называемая корзина Байдена, корзина Трампа. Это набор из секторов, да, набор из акций, которые могут как раз выиграть от победы одного или другого. И как раз на этом фоне важно посмотреть на свои портфели для того, чтобы понимать, есть ли диверсификация, потому что, понятно, что в случае инвестирования, конечно, инвестировать в одну, в две, в три акции нецелесообразно. Всегда важно иметь диверсификацию. Здесь как раз, собственно, мы с вами можем сейчас посмотреть, какие сектора могут выиграть от победы одного или другого кандидата. Начнем мы с Байдена. Ну, это, безусловно, зеленая энергетика, да, то есть Байден, он за то, чтобы как раз минимизировать деятельность нефтяных компаний и переходить уже непосредственно в энергетику. Далее, это инфраструктурные проекты, то есть также Байден планирует развивать инфраструктурные проекты, и от этого выиграют как раз компании, которые являются производством, например, строительной техники, например, такая компания, как Этерпиллер. И здесь также вот вы видите представленные ETF, которые в себе содержат, например, данные сектора. Также здесь уже в случае победы Байдена пакет помощи может быть гораздо выше, чем при Трампе. Это тоже важно понимать. И в этом случае могут выиграть как раз компании небольшой капитализации, как сообщается здесь. Также с точки зрения отношений с Китаем, Байден, он более прокитайско настроенный, поэтому здесь, например, компании, которые ведут довольно-таки активные торговые отношения с Китаем, они, безусловно, тоже от этого смогут выиграть. Ну а с точки зрения Трампа, это банковский сектор, потому что он его очень сильно поддерживает. Также это нефтяные компании могут выиграть непосредственно от победы Трампа. Также это большие технологичные компании, которые были главными бенефициарами как раз налоговой реформы Трампа. И также это оборонная промышленность. Потому что сейчас мы видим, что компании из оборонной отрасли очень сильно просели, потому что понятно, что больших бюджетов не было, но все может измениться как раз с продолжением политики Трампа. Коронный вирус уйдет, и США продолжат тратить довольно-таки большие ресурсы как раз на оборонку. Ну и, собственно, здесь приведен как раз индекс этих корзин, которые пока показывают, что корзина Трампа проседает больше всего. Ну и, собственно, те сектора, о которых мы сейчас говорили, которые завязаны на, могут поддержать рост именно победу Трампа, они сейчас больше всего проседают. И банковский сектор, и нефтяной сектор, и оборонка. Ну и, собственно, здесь мы тоже видим как раз вот такое снижение. То есть данные портфели с августа снижаются на минус 16% портфель Трампа, а портфель Байдена прирастает на 4,5%. А теперь давайте посмотрим, какие события нас ждут также на этой неделе. Ну, понятно, что ключевым все-таки событием будут как раз выборы, но давайте обратимся к календарю и посмотрим, что нас будет ожидать на этой неделе. То есть, ну, во-первых, это начинается новый месяц, сегодня уже ноябрь, поэтому в пятницу, как всегда, выйдут изменения числа, занятые вне сельскохозяйственного сектора. Здесь ожидается снижение, ну, на фоне, опять же, распространения коронавируса. Опять же, позитивные данные могут несколько нивелировать данную ситуацию. Ну, а уже в понедельник также выйдет индекс менеджера по закупкам от ASM. Пока прогноз 55,7, то есть на 3 пункта лучше, чем предыдущие значения. Это также позитив. Также будут выходить данные по числу занятых в сельском хозяйстве от ADP. Это, скажем так, предварительные данные индекс менеджера по закупкам в непроизводственном секторе. Пока здесь ожидается снижение, да, предыдущий был 57,8, ожидается 52,3. Я напомню, что для обоих этих индексов в производственном секторе, в непроизводственном секторе значение выше 50, оно воспринимается позитивно. Если меньше, то это негативное настроение в целом в экономике. Также в четверг будет решение по процентной ставке, но, собственно, здесь мы вряд ли можем ожидать каких-то сюрпризов, потому что ожидается, что ставка будет сохраняться на около нулевых значениях. Еще может быть год, а то может быть два, а то может быть еще и больше. Ну и также пройдет пресс-конференция ФРС в четверг и следим, соответственно, за данными в пятницу. А теперь давайте посмотрим уже непосредственно основные инструменты, что у нас происходит на рынке. И начнем мы с евро-доллара. Евро-доллар находится, как я говорил, в довольно-таки неплохих уровнях для входа на продолжение роста. Соответственно, здесь сейчас нужно следить, сможет ли цена удержаться выше как раз минимальное значение, которое мы видели в конце сентября. Это область 1,16-1,15. Если пробиваем данный уровень, то вероятность снижения до 1,14 как следующее целевое значение. Вблизи данных уровней я лично для себя также бы рассмотрел возможность входа на продолжение роста, потому что пока фундаментальный фонд сохраняется в этом случае позитивно для евро и негативно для американского доллара. То есть сейчас на фоне как раз падения фондовых рынков укрепляется американский доллар. Ну и собственно вот мы видели эту коррекцию, которая была последние несколько недель. С текущих уровней неплохо покупать, но нужно дождаться как раз подтверждения на часовом таймфрейме. Пока сегодня с утра мы уже обновили локальное меню пятницы и пока движение здесь сохраняется нисходящее. Но обратите внимание, насколько низкая амплитуда движений по евро к 10 часам на текущий момент. То есть мы видим, что пока участники не готовы принимать какие-то решения. И вполне вероятно, что сегодня-завтра торговля пройдет вот в таком, совсем без волатильности, ну что называется, в ожидании выборов. По британской валюте здесь мы также видим продолжение восходящего движения. То есть мы также неплохо скорректировались, также неплохие уровни для входа на покупку. Но в целом снижение в области минимальной значения сентября, это область 1.26.14, может выглядеть более интересно, чем покупка по текущим ценам. Поэтому ждем, где будет остановка. И уже в зависимости от этого принимаем решение. Сейчас британская валюта опять обновляет локальный минимум. На момент записи видео мы видим уже торговлю ниже минимальной значения пятницы четверга, что пока сохраняет настроение как раз на укрепление американского доллара и снижение британской валюты. Пара американский доллар, канадский доллар. Здесь пока продолжаются восходящие коррекционные движения. Тут также неплохие уровни для входа на продолжение нисходящего тренда. Соответственно, с текущих уровней пока продавать тоже рано, потому что с точки зрения часового таймфрейма мы пока не видим переход в фазу нисходящего движения. Мы сегодня опять обновили локальный максимум, не ушли выше максимума в четверга, но пока общая динамика здесь сохраняется восходящая. Поэтому пока здесь тоже нужно подождать для, опять же, входа на продажу. Ну а для входа на покупку цены довольно-таки высоки, поэтому здесь тоже нужно подождать. Если вы рассматривали для себя входы на продолжение роста американского доллара, то, конечно, это лучше делать с коррекцией, а не по самым максимальным ценам. Пара американский доллар и японская иена. Здесь мы видим продолжение нисходящей формации с точки зрения нового таймфрейма, с точки зрения уже локальной ситуации. Здесь мы видим как раз вот эту коррекцию, которая на рынке сохраняется сегодня. Мы также обновили локальный максимум, поэтому движение на укрепление американского доллара контртрендовое, еще раз контртрендовое, оно сохраняется. Я для себя также буду рассматривать вновь ситуацию для входа на продажу, но уже, конечно, чуть выше, то есть не по текущим ценам. Если мы придем примерно в область 105.40-105.80, то с тех уровней я буду для себя рассматривать продажи как раз на продолжение данного нисходящего тренда. Австралиец торгуется тоже в неплохих уровнях для входа. Мы торгуемся на минимальных значениях сентября и октября. С текущих уровней я бы заходил, но опять же нужно получить локальное подтверждение. Сейчас мы видим фактически пробой минимальных значений, которые были в сентябре-октябре. Возможно, это будет ложный пробой, и тогда это будет как раз еще одним поводом для того, чтобы заходить непосредственно в покупки. Но пока мы ждем того, как рынок будет себя вести уже локально. Сейчас мы видим уже обновление локальных минимумов, поэтому пока нисходящий настрой здесь сохраняется. Поэтому пока ждем, где остановится опять же вот это падение, и уже будем после этого принимать решение. Ну, по крайней мере, я для себя вижу это таким образом. Новозеландия также продолжается коррекция. Вполне можем прийти как раз к минимальным значениям, которые мы видели в конце сентября. Это 64.90 уровень, но пока движение нисходящее сохраняется. Не самый оптимальный уровень для входа на текущий момент, то, что мы сейчас видим, поэтому пока здесь ждем. Новозеландец на часовом таймфрейме также уже торгуется ниже минимальной значения пятницы, поэтому здесь пока нисходящая формация сохраняется. Золото довольно-таки интересно выглядит для покупок. Мы дошли в область минимальных значений, которые были зафиксированы в сентябре. Начинаем сейчас подрастать. И, собственно, в пятницу я также поставил для себя отложенный ордер на вход на повышение, так как в пятницу мы смогли закрепиться выше максимума, которые были сформированы в четверг, скорректировались. Но вот до моего отложенного ордера пока цена не дошла, пока его оставляют на том же уровне. И если сегодня цена не дойдет до данного ценного значения, то, скорее всего, ордер я данный отложенный ордер удалю. Будем смотреть, как это будет продолжаться. Но с точки зрения входа на продолжение роста золото выглядит довольно-таки неплохо. Особенно на фоне долгого периода низких ставок золото, конечно, от этого может выиграть в долгосрочной перспективе. То есть год-два вполне реально мы можем видеть продолжение роста. И также с этим связано я как раз для себя подбираю уже в инвестиционный портфель. То есть те акции, которые я добавлю для себя в ноябре, это непосредственно акции, возможно, я добавлю для себя как раз акции золотодобывающих компаний и как раз с точки зрения долгосрочных вложений как раз войдут в золото вот таким образом. То есть не покупка прямого актива, а непосредственно вложение в акции. По индексу DAX здесь мы также видим продолжение исходящей формации. Мы ушли ниже минимальной значения, которую мы видели последние несколько месяцев. То есть сейчас мы торгуемся на уровне минимальной значения июня. Поэтому сейчас мы можем говорить о том, что движение исходящее у нас здесь сохраняется. С точки зрения последующих уровней, конечно, можем еще опуститься до отметки 11000. С точки зрения часа о таймфрейме здесь тоже пока ничего не меняется. У нас есть небольшая попытка остановки. Да, мы видим, что четверг-пятница прошли в такой достаточно пассивной зоне. То есть мы не видели сильного снижения. То есть вот такой боковик у нас формируется. Если DAX может закрепиться выше области 11643, то здесь я бы тоже для себя рассмотрел небольшим объемом попробовать войти на продолжение как раз роста. То есть как раз перед выбором. То есть это может быть очень спекулятивная сделка. Как я и говорю, сейчас торговать очень опасно. Поэтому всегда подумайте, готовы ли вы на дополнительные риски в связи с повышенной волатильностью, которая может быть перед выборами. S&P также находится на неплохом уровне для входа. Сейчас торгуемся по 3280, опускали до отметки 3237. Этот минимум мы видели в пятницу, в последний день октября. Ну и собственно сейчас мы немного подрастаем с открытия. Если сможем закрепиться выше отметки 3300, то на коррекции здесь я бы тоже к S&P 500 небольшим объемом присоединился. Со стоп-лоссом за минимальными значениями пятницы. Ну и собственно завершаем наш оброс нефтью. Нефть продолжает снижаться. Сейчас уже торгуемся по 3600, если будем смотреть дневной таймфрейм, то собственно здесь мы с вами видим продолжение как раз данной нисходящей динамики. И пока похоже, что она начинает ускоряться с точки зрения продолжения роста неопределенности, роста распространения как раз коронавируса. Великобритания закрывает, Франция закрывает с этого месяца. Ну и уже опять же ряд стран начинают вводить дополнительные ограничительные меры, что конечно выказывается на потреблении нефти. Ну и собственно спрос на нее снижается, ну и мы видим падение безусловно цен. Поэтому пока нефть здесь отсюда не выигрывает. Как только пойдет первая или вакцина, или вновь пройдет вторая волна, или уже примут решение, что не вводить карантинные меры, то тогда нефть конечно может отскочить на фоне восстановления как раз спроса. Ну что коллеги, у нас неделя очень интересная, то есть то событие, которое мы обсуждали последние несколько месяцев. Вот скоро все решится, собственно во вторник. Ну а мы с вами встретимся в среду и посмотрим уже кто же стал президентом, какие первые итоги и уже какие дальнейшие действия здесь разумно будет предпринимать. Всем спасибо за внимание, не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео, вопросы оставляйте в комментариях и увидимся в среду. Всем спасибо и до свидания.